Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Продолжение следует... В целом, за отчетный период наблюдается снижение рассмотренных с вынесением приговоров дел. Если в 2023 году было 599 дел на 705 лиц, то в отчетном периоде рассмотрено с вынесением приговоров 526 дел на 623 лица. Отменены в операционном порядке приговоры по 9 делам в отношении 13 лиц и в касационном порядке в отношении 3 лиц. Всего отменены в операционном и касационном порядке приговоры в отношении 16 лиц. В отношении 8 лиц постановлены оправдательные приговоры и по 7 делам в отношении 7 лиц рассмотрены дела с участием присяжных заседателей. На прошлой встрече мы говорили о том, что с 2024 года расширен перечень уголовных дел, которые могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. В этот перечень включены дела по дорожно-транспортным происшествиям, последствием которых явилась смерть двух и более лиц. Председателям Горрай судов поручено на системной основе анализировать ход и порядок рассмотрения уголовных дел, требовать от судей, рассматривающих уголовные дела, неукоснительного соблюдения норм материального и процессуального законодательства. С начала 2024 года Горрай судами допущены изменения по 28 приговорам в отношении 41 лица в апелляционном порядке и по 3 уголовным делам в отношении 3 лиц в касационном порядке. В апелляционном порядке допущены отмены приговоров в отношении 3 лиц по делам, рассмотрим специализированным межрайонным судом по уголовным делам, судом номер 2 города Тарас, Шульского района, Меркенского района. В апелляционном порядке также имеются отмены приговоров по городским районным судам нашей области. Был проведен анализ отмененных приговоров, причины почему были допущены отмены и все они свидетельствуют о том, что были допущены нарушения требований общей части уголовно-процессуального законодательства при формировании коллегии присяжных, при составлении вопросов. Это специфичные, будем говорить, нормы, которые требуют неукоснительного соблюдения. Что же касается административной юстиции, то с начала года поступило порядка 500 исковых заявлений, рассмотрено 75%. В 2023 году поступило 640 административных дел, то есть идет снижение поступления административных исков в текущем периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,6%. Снижение достигнуто за счет проводимой судебной коллегии и судами первой инстанции работы с государственными органами. Посредством проведения семинарских занятий, круглых столов, вынесения по результатам рассмотрения частных определений в отношении государственных служащих и должностных лиц, привлечения к денежному взысканию. Все эти меры дисциплинируют чиновников и делают их более внимательными к запросам граждан и предпринимателей. Наибольшее количество исков поступило по следующим категориям споров. Об оспаривании действий судебных исполнителей 22,7%, земельные споры 16%, налоговые споры 10,6%, государственные закупки 10,1%, споры в сфере государственных услуг 9,7%, прочие споры, связанные с публично-правовыми отношениями 12,3%. Уже три года как действует административный процедурно-процессуальный кодекс, кардинально изменивший подходы и взаимодействие государственных органов и частных лиц. Раньше в гражданском судопроизводстве 85% публично-правовых споров суды решали в пользу госорганов. Сегодня положение изменилось. Из рассмотренных административных дел в пользу граждан и бизнеса вынесено 57,5% решений. В 2023 году этот показатель составлял 53,9%. Кроме того, примирением окончено 9,8% дел в порядке медиации 30% с заключением соглашения о примирении 4%. Напомню, что когда публично-правовые споры рассматривались по правилам гражданского судопроизводства, существовал прямой запрет на проведение примирительных процедур, если одной из сторон является государство. Основной задачей президента страны и председателя Верховного суда по реализации судебной реформы в стране является повышение доверия общества к суду и повышение авторитета судебной власти при обеспечении верховенства закона. Поэтому реализация этой задачи напрямую зависит от качественного осуществления судами правосудия. С начала года судами первой инстанции завершено 7778 дел. Из них 4 313 рассмотрено по решению. 26 решений были отменены на стадии апелляции, то есть это составляет 0,6%. 30 решений изменены, то есть 0,7%. В касационной стадии отменено 8 решений судов первой инстанции и изменено 4 решения. Всего было отменено и изменено 68 решений высших судов, что составило 1,6%. По республике этот показатель составляет 1,7%. Работа по рассмотрению жалоб в порядке ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса это жалобы на досудебной стадии рассмотрения уголовных дел, когда дело еще не поступило в суд, но участники процесса могут оспорить какие-либо действия органов уголовного преследования, должностных лиц. Поэтому вот эти жалобы тоже следственными судами рассматривались и показатель удовлетворяемости таких жалоб составил 34,2%. И это высший средний республиканского показателя, который составил 31,8%. Перед судами области ставится задача, чтобы они активно принимали участие в рассмотрении жалоб участников процесса еще на досудебной стадии рассмотрения уголовного дела. Областными судами в примирительных процедурах рассмотрено 2179 гражданских дел, что составляет 42,7%. По республике данный показатель составляет 41,6%. В порядке медиации рассмотрено 1271 дело. В порядке мирового соглашения – 115 дел. Партиспативная процедура не применялась. Всего медиации. Соглашением о перемирии и партисипативным соглашением было сокращено 730 дел, что составило 19,6%. Республиканский показатель – 19,2%. Среди районных и приравненных к ним судов высоких показателей достигли Байзакский районный суд – 54,9%. ТГС – 51,5%. Примирительные процедуры проводились на низком уровне в суде по делам по несовершеннолетних – 32,4%. В Сарасульском районном суде – 33,5%. В Турар-Рыскуловском районном суде – 36,5%. В Кордайском районном суде – 36,5%. Указания руководства областного суда, председателем указанного суда по активизации работы в этом направлении и дальнейшему развитию института медиации в ходе оперативных заседаний, проводимых еженедельно в течение пяти месяцев, не дали правильных результатов. Согласно статье 4 ГПК, одной из основных задач гражданского судопроизводства является содействие сторонам в разрешении спора мирным путем. Верховный суд также уделяет особое внимание вопросам перемирия. Законом Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщины и безопасности детей от 15 апреля этого года и по вопросам внесения изменений в Кодекс о административных правонарушениях Республики Казахстан ужесточена ответственность за ряд преступлений, посягающих наличность, жизнь и здоровье лица. Сейчас по вопросам бытового насилия, по вопросам применения семейно-бытового насилия, если раньше это были вопросы административной ответственности, то сейчас эти правонарушения переведены в разряд уголовных правонарушений и лица, применяющие насилие в отношении членов семьи, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Осуществление справедливости через судебную систему способствует укреплению доверия граждан правовому государству, а также создает условия для развития экономики и социальной сферы. Прозрачность судебных процессов, соблюдение принципа независимости и объективности судов, а также соблюдение процедурных прав и гарантий обвиняемых являются основополагающими принципами отправления правосудия. Работа в данном направлении будет продолжена. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший Ильич Манов Александр Сергеевич, 1995 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, 1-й переулок Токенова, дом номер 2, который 11 февраля 2024 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Худощавого телосложения, рост 175-178 см, волосы короткие и русые, лицо овальные, глаза голубые, уши оттопыренные. Особые приметы. Страдает расстройством психики, шизофрения. На груди с правой стороны имеется татуировка буква В. На момент ухода был одет балоневая куртка красного цвета с капюшоном, свитер черного цвета, камуфлированные трико зеленого цвета на ногах кроссовки черного цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший Муханов Жанарыс Бакайдарович, 1964 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, первый переулок Токенова, дом номер 2, который 20 июня 2022 года ушел из дома и до настоящего времени местонахождение его неизвестно. Приметы на момент ухода. Среднего телосложения, рост 165 сантиметров, волосы короткие, седые лицо, овальные глаза, карие уши прилегающие. Особые приметы. Отсутствуют верхние зубы, отсутствуют нижние два зуба, на груди имеется шрам от следа операции. На момент ухода был одет футболка коричневого цвета, трико черного цвета, на ногах шлепки черного цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший бармен Виктор Владимирович, 1968 года рождения, который 5 июня 2016 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, светлого цвета, уши прилегающие. На момент ухода был одет футболка бежевого цвета, в темно-синюю полоску, брюки бежевого цвета, на ногах шлепки темно-коричневого цвета. Особые приметы. С левой стороны имеется шрам от операции. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавшая Чупина Юлия Сергеевна, 1978 года рождения, которая 9 марта 2012 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Худощавого телосложения, рост 160-163 сантиметра, волосы короткие русы, лицо овальное, глаза голубые, уши прилегающие. На момент ухода была одета футболка с короткими рукавами белого цвета, спортивный трико белого цвета. На ногах спортивные кроссовки белого цвета. Особые приметы не имеет. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Вторым отделом полиции разыскивается без вести пропавший Киященко Павел Николаевич, 1981 года рождения, проживающий по адресу город Тарас, 1-й переулок Валиханово, дом номер 6, который 31 марта 2020 года ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы на момент ухода. Среднего телосложения, рост 182-185 сантиметров, волосы короткие, русого цвета, лицо овальное, глаза карты, уши оттопыренные. Особые приметы. На спине имеется татуировка в виде креста. На момент ухода был одет. Ветровка синего цвета, футболка черного цвета, джинсы синего цвета, на ногах кроссовки серого цвета. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить ближайший отдел полиции или по телефону 102. В Таразе разыскивается без вести пропавший мельник Александр Сергеевич, 1984 года рождения, который 3 июля 2023 года после работы не вернулся домой. Приметы. Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, на боку шрам от операции. Был одет в джинсы черного цвета, серую футболку и черную кепку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Отделом полиции Таласского района разыскивается без вести пропавший Кузьмищев Андрей Евгеньевич, 1962 года рождения. Приметы. Рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные. На момент ухода был одет. Трико черного цвета, рубашка клетчатая, галоши черные. Особых примет не имеет. Всем, кому что-либо известно о месте нахождения, без вести пропавшего, убедительная просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и напоминаю, будьте бдительны и осторожны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова